Глядя на нашего героя, один выдающийся режиссер сказал, он либо ненормальный, либо гениальный. Вообще, вся жизнь этого человека подобна чуду. Буквально с пеленок он мечтал быть артистом, но стал поистине известен только после сорока. Вся его линия жизни поделена на три отрезка, и в одном из них неминуемая гибель обернулась возрождением. Рядом со мной народный артист России, гениальный актер Виктор Сухороков. Виктор, здравствуйте и спасибо вам большое за эту встречу. Спасибо и вам. Здравствуйте. Когда-то давно, в 2000-х, где-то в начале, вы сказали журналисту, что вам бы очень хотелось, и вы мечтаете о том, чтобы стать достоянием республики. Попасть в историю и оставить после себя информацию. Хорошее, громкое, амбициозное заявление. Вот и все. Это скромные амбиции. Сегодня берут другим. Бузовщиной. У нас бузовщины не было. У нас было что-то другое. И, конечно, я это заявлял иронично, вертляво, шутовски. Потому что даже к таким вещам, как слава, популярность, деньги, мы относились по-другому. Мало того, вдогонку, впоследствии, когда я уже начал сниматься и потом играть в спектакли, у меня были случаи, когда «А не боитесь эту роль играть? Ее играл сам Леонов! А не боитесь играть эту роль? Ее играл сам Смоктуновский! А не боитесь?» Я говорю, «Нет, не боюсь, я сыграю лучше». Понимаете? «Ой, какая самонадеянность!» Ну, да, потому что каков вопрос, таков ответ. Я ведь играю не Смоктуновского, а Леонова, и проживаю не их жизни, я проживаю свою жизнь. Я иду своим путем. Это мое путешествие. Оно неровное, оно не хай-бэй, оно не какая-то трасса со свистом и шуршанием импортных шин, понимаете, какого-то лакированного автомобиля. Все непросто, все, знаете, как бывает и в сапогах, бывает и босиком. Идешь по жизни, испотыкаешься, и окровавливаешься, и размазываешь сопли по розовым щекам. Ну, всякое бывает, но наступает какой-то момент или какие-то мгновения жизни, бывает, когда ты думаешь, а кто ты есть? А зачем ты? А чего ты хочешь? Я-то знаю, что я хочу, только, оказывается, мои желания зависят от других. И тогда говорят, я свободен. Да никто не свободен. Но только мы не свободны не от власти, мы не свободны от самих себя. От самого себя ты не свободен. Вот в чем тайна-тайн и нерасшифрованная философия жизни каждого из нас. Впервые об этом заявляю. И когда я вижу молодого человека, одетого, буртого, хорошо выглядевшего, может быть, хорошо пахнущего, потому что парфюмерные магазины как столовых с котлетами. Понимаете? И он вдруг орет, хочу свободы, там у меня отняли юность или детство. Я немножко удивляюсь этим людям, потому что хочется задать вопрос. Ты сначала мне, пожившему, растерявшему, растерявшему по жизни очень много, пожертвовавшему, и все равно радующемуся жизни. Я жизни радуюсь любой, потому что она жизнь. Хочется задать вопрос. Расшифруй мне, дураку, старому, лысому, а что такое свобода, а что такое самодостаточность, что такое целеустремленность, что такое твои желания? Вот и все. Нет ответа. Есть какие-то невнятицы, мычания и неграмотность. А сегодняшнему Виктору Ивановичу какие воспоминания о себе после себя хотелось бы оставить? Благодарность. Тот поход людей, которые еще будут меня помнить, чтобы они говорили, был Витька Сухоруков, был Витюшка, был Виктор Иванович, ой, вы не застали Сухорукова, а вот я была знакома Сухорукову, а я видел Сухорукова. И мне кажется опять, это я фантазирую, в первый раз тоже говорю, наверное, после смерти восхищение, благодарность и комплименты будут звучать честнее, чем при жизни. Почему-то мы одни комплексуем от высокопарных слов. И когда вы представляли Сухорукову, вы сказали, гениальный артист, и мне в дураку ногу на ногу, и знаете, как это, заурчать перед вами. А вам стало неловко? А я что-то стеснялся, чуть-чуть, душу, вот где-то там, вот чуть-чуть. Ну вот, зачем, почему? Я вдруг подумал о своих коллегах, о своем поколении, об актерах, у которых чего-то не складывается, что-то не происходит. А мы были рядом, мы пили вместе, ходили вместе, разбегались, сходились. И вдруг я ушел, а многие остались. И они не достигли тех высот, каких достиг я. А я их достиг, я этих высот достиг, поэтому иногда поднимают глаза к небу, говорю, господи, не заслужил. За что мне? А я знаю, за что. Но только мне уже неловко не перед Богом, а перед теми людьми, которые были со мной рядом, и поставили на мне крест. И такое бывало. И в данном случае сегодня, да, да, я хочу оставить после себя здоровые воспоминания. Хочется сегодня, мне сегодня, вот в ясном уме и трезвой памяти, заявлять, что хочу жить и работать с пользой. Какое-то знание, пусть чуть-чуть, но знание входило в людей после общения со мной. Не знаю, тоже, наверное, это возрастное. Виктор Иванович, если посмотреть на вашу афишу на два месяца вперед, да, вы одновременно сейчас задействованы как минимум в пяти спектаклях. Сейчас перечисляем вместе, да? Старший сын, царство отца и сын. Шесть даже. А что шестой, интересно? РРР, улыбнись нам, Господи, и встречайте, мы уходим. Шестой какой? Царство отца и сына, римская комедия. Римскую комедию забыла. Я поняла. А ни в одной из этих постановок у вас... Был еще тортюв на Малой Бронной. Я уже год как не играю. Так это год не играете, а в ближайшие месяцы мы перечисляли спектакль. И у вас нет второго состава ни в одной из постановок. Это режиссерское решение или ваше какое-то принципиальное условие? Ну, этого режиссера вы спросите, но, по крайней мере, открою секрет. Совсем недавно ходил к руководству одного театра. Я служу в театре Моссовета. А улыбнись нам, Господи, это спектакль театра имени Ведения Моктангова. А старший сын – это театральное товарищество «Свободная сцена», театральное агентство. И она называется «Антреприза». А так как слово «Антреприза» немножечко опошлино, испохаблено, испорчено и звучит немножечко не очень правильно, то я отрезал половинку и называю «Вантре». Я играю в «Антре» старший сын. Он грандиозным успехом пользуется, спектаклем. Недавно были на гастролях турне по Германии с юга на север, пять городов. Ой, ой, как принимали, как принимали. Как думаете, в чем успех? Я думаю, в честности. В честности актеров, потому что команда очень талантливая, и каждый в отдельности очень честно трудились на сцене. А это очень важно. Талант талантом, но талант должен быть видимым, пружинистым, энергичным. Талант должен отдаваться, а не просто демонстрироваться. Вот смотрите, какой я талантливый, вот глядите, какая я красивая. И красота должна бежать, как поток реки в зрительный зал. Все, что приготовлено на сцену для зрителей, все должно уноситься туда. Если это только иллюстрация, конечно, это скучно, неинтересно, и поэтому никакой радости. А когда это все сочиняется, а вот эта отдача и есть честность. И когда это полная отдача, стопроцентная честность, вот в этом и успех уверен. По-другому не могу сказать. Так вот, вы говорите, там... Нет второго состава. Нет второго состава. Почему? Я вот недавно в театре, в своем, пришел к руководству, говорю, ну вот хочу начать новый спектакль какой-нибудь. Говорю, ну давайте немножечко разбавим. И есть спектакль, тем более они уже все взрослые. Царство отца и сына. Идет с ошеломительным успехом 11 лет. Ну 10, нет, 11. Федора Ивановича играю. Ой, не хотят. В римской комедии уже ушел Георг Георгиевич Тараторкин, тоже питерский актер. Правда, он там полжизни отработал. Вот поменяли на другого актера. И, конечно, по-моему, на мой взгляд, я честно-то признаюсь, спектакль стал утрачивать смысл. Они разные, Сергей Виноградов и Тараторкин. Пришел тоже, говорю, дайте мне второй состав. Не дают. И если я вам буду сейчас формулировать и делиться с вами причиной, почему отказывают. И Римас Туменас в Вахтанговском театре, я к нему тоже приходил. Хотя спектакль и в Америке был, и в Англии, и в Израиле. Улыбнись нам, господи. Я играю там еврея. Русские артисты играют евреи и играют лучше всех. Господин Розентали. Да, Авнер. О котором написали в Нейрок Таймс. Да, и не только. Назвали классным клоуном, сумасшедшим назвали. Вы прочитали? Да, конечно. Ой, что вы, я так люблю эту роль, она мне тяжело дается, потому что у меня там и нации-то нет в голове. У меня там судьба. И я эту судьбу несу. Ой, вот сейчас я начну вспоминать и рыдать стану. И это тоже не показуха. А именно Римма Стумина настолько заложил. Он ведь работает очень вскользь с актерами. Он строитель, он инженер. Понимаете? А вот внутренний мир мы сами сочиняли. И в данном случае как-то он меня выбрал. И опять он тайком посмотрел спектакль от Артюфа. Там ходил, познакомился со мной. И только после этого говорит, приходи, у меня роль для тебя есть. И, конечно, огромный, мощный, исторический, традиционный театр Вахтангов. Традиционный, со своими традициями, театр. И вдруг вытаскивает с улицы артиста. Не самого плохого, конечно, но чужого. И я это понимал. И, тем не менее, для меня это награда. Премия Бога, как я однажды сказал в Антенке в интервью. Потому что такие роли... Не каждый... Как это сказать? Это даже не выиграть, не купить, не откопать в археологических экспедициях. Вот дал Бог. И поэтому, когда ты не находишь ответа, откуда это пришло и за что тебе, начинаешь смотреть к небу, поднимать глаза и думать, это промысел. Так и здесь. И даже он, когда я пришел, говорю, отпусти меня, тоже первый раз рассказываю. Он вжался в кресло, он говорит, я тебя понимаю, я подумаю. Я посмотрел на него, дошел до двери кабинета, повернулся к нему и говорю, забудь про разговор. И он мне ответил, спасибо. Вот. И почему... Надо их спросить. Не повторить. Не повторить. Вот поэтому. И поэтому мне неловко даже предположительно объяснять, почему я один везде, во всех ролях. Я знаю одну причину, но одну из причин, потому что в них сухоруков. Горжусь ли я этим? Не очень. Потому что если бы у меня был компаньон, напарник, соратник, коллега, даже соперник, если бы на моих ролях нас было двое, трое, ну четверо, это уже неприлично, я бы не был конкурентом, я был бы союзником. Ну, убежден. Ну, не хотят, что делать. А мне тяжело, потому что я хочу идти на новенького, а у меня уже и времени нет. Я сейчас ведь снимаюсь в фильме Иван Грозный, Малюты Скуратовой. Я сыграл его в сериале «Борис Годунов». Да-да-да. Одна серия всего. Выдал замуж дочку за Годунова и познакомил его с Иваном. Все. И ушел. А тут уже серьезный, вот этот огромный период истории Руси, и там, конечно, нужен Скуратов по-серьезному. Я говорю, не сяду на коня, не сяду, ни к лошади не подойду, отстаньте. Ну, они там что-то сочинили такое, что мой Скуратов на лошади не поедет. Может быть, поедет кто-то другой, но мне это уже не важно. Роль интереснейшая, работаю с наслаждением. Я снимаюсь вот сегодня в Иване Грозном, попадаю действительно в мир кино. Не в киноиндустрию, понимаете? Не в проект, а именно мир кино, сказку, декорации, мебель, все вот эти даже реквизиты, от подсвечника до перстней, одежды. Матери Божья, ой, Аларкон так строит атмосферу. Дыма, тумана, воды, огня, пыли, ой, ну это что-то, ветоши, вот эти горшки, все это. Ну, красота не описана. Ну, и, конечно, Алеша Андрианов, который был режиссером Годунова, он продолжает снимать Грозного. Ну что, вот сейчас каждый раз я уже этого не делаю. Раньше было любопытно. И что мы сегодня сделали? Покажи, покажи. Сейчас я уже не сильно прошу, но иногда подсматриваю, как мы сняли тот или иной эпизод. Я в счастье. И вот этого счастья сегодня маловато. Может быть, потому что... Можете больше сниматься? Нет, нет, потребность всегда есть, потому что это труд, это работа, да тем более она меня уже как бы приковала к себе. Но я был избалован в 90-х. Я был избалован поздно, то есть я был принят в киномир поздно, по-серьезному, в 89-м году Юрием Мамином, Питере, Бакенбарды, фильм Бакенбарды. Но потом в 90-е годы, конечно, я был избалован и режиссерами, и ролями, и количеством, в конце концов, и наградами. У меня столько призов, что даже посуды меньше, чем этих призов. Они у меня все на виду, я их не прячу. Они у меня дома, они в офисах, потому что у меня нет ни агентов, никаких директоров, у меня ни водителей, у меня ничего этого нету. Я хочу быть простым смертным, но только со званием народный артист и с любовью народа. Вот и все. Ну вот идет одинокий человек по тротуару, а он народный артист, любимец народа. Но я одинокий человечек, который живу и хожу, дышу среди всех остальных. А вот расскажите-ка, пожалуйста, как у народного артиста России затесался среди всех наград «Оскар»? А, сам купил на бульваре, где кинотеатр «Кодек», где проходят церемонии. Я был в Лос-Анджелесе с делегацией Стаса Намина в свое время. Ну и как-то надо посмотреть, где эти звезды в тротуары в Тюханы, где ходят мировые звезды, заходят в кинотеатр «Кодек». А там на обратной стороне улицы ларечки, 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 как мы тоже в 90-х годах в Москве. Вот эти все киоски, киоски, киоски. И там продают, естественно, сувенированные продукции. И «Оскаров» немерено. Ничего делать не надо, только были бы деньги. Ну и взял и купил. А за что себе вручил? Как? За то, что я есть! Там придумать можно. Я даже написал не за что-то. Я мальчик, я говорю, выгравируй меня. И у меня «Оскар» стоит. The best actor Виктор Сухоруков. Вот и все. Лучший актер. А актер чего? Это не важно. Электрички, вокзалы, общественного туалета, театра. Не важно. Актер жизни, мира, своей профессии. Но вот скажите, голливудские актеры, они ведь все со сцены признаются в том, что в детстве они себе это представляли, очень четко видели, репетировали эту речь в микрофон, в фен, куда угодно, в шампунь буквально. С вами что-то подобное было? Вы поклонно репетировали? Никогда. Я и с вами-то разговариваю, вы же видите, импровизационно. Я никогда ни к чему не готовлюсь. Я готовлюсь к действу, а не к слову. Я слова не сочиняю. И то, когда мне вручали первый раз в жизни за роль Павла, которого я сыграл в Ленинграде, у Виталия Мельникова, бедный-бедный Павел. Как он мне доверил. Фантастическая роль. Удивляюсь, да. И мне вручали Нику. Конечно, я был потрясен. И вручал мне Кирилл Лавров, народный артист Советского Союза, тоже актер театра БДТ, и Тамара Гверцетели. И я, естественно, вышел в смокинге от Пьера Картена с бабочкой и действительно сказал, что вдруг вспыхнуло в моем сознании. Я не благодарил родителей, я благодарил и друзей, почитателей, и врагов, завистников. Я благодарил всех. Кто сделал. Да, за то, что это случилось. И там была фраза. Я, фабричный мальчик из Орехова-Зуева, сегодня получаю Нику чудеса. Только ваш брат-журналист, как куда делся, не знаю, из центральной газеты московской в свое время, и пишет. И вышел Сухоруков получать приз, значит, за главную мужскую роль. И как в фильме Вера Морецкая. Вот стою я перед вами, мужем битая, туда-сюда. Она так разозлила меня своей вот этой иронией, вот этим высокомерием. Она даже не оценила, что для меня, конкретно для меня, я не буду обобщать. Это было очень важно. Это признание. Это, как ни странно, было признание, потому что за мной не стояли кланы, клубы, организации, бригадиры, начальники, паханы, любовницы и любовники. Не было никого. Я усмотрел в этом заявление моего киносообщества, что Сухоруков, мы тебя принимаем. Ты артист. Вас ранят такие слова? А как же? Тогда ранил, сейчас не ранит. Потому что я уже тоже сытый. Я уже к этому превышенный. Понимаете? А тогда это, когда все это впервые. Когда что-то в первый раз, нельзя над этим шутить. Или шутить надо очень красиво, элегантно. Вот и все. Виктор, вот сегодня сложно представить, что когда-то вся огромная страна могла и не услышать о вашем таланте. Вы рассказывали, что в три года вы чуть не утонули, вас дядя спас. В 12 лет вы вообще... Не в три года. А вас сколько это было? Не, я чуть не утонул, чуть не в 9 месяцев. В годик мне был. Вы это помните? А я вспомнил когда-то на каком-то этапе картинку и начал эту картинку рассказать матери. А мать говорит, так это была правда. И она мне рассказала, как дядя Коля меня... Просто я бегал, чапал по берегу и упал. И передо мной только какие-то камушки, песочек. И вдруг я взлетаю к небу, а это меня дядя Коля схватил и выкинул из воды. Нет, нет. Ну, это было, было. Ну, хорошо. А в 12 лет это правда? Сейчас будем проверять факты, то, что он спишет. В 12 лет, обидевшись на маму, решил вообще с жизнью расстаться. Ой, было! Это у всех детей. Вот наступает период у ребенка, поверьте мне. Правда, тогда не было вот этих iPad, ну, телефонных, вот этой всей машинырии, не было вот этой цивилизации, технологий, когда вот это все в интернете ничего же этого не было. Телевизор-то были один на 10 семей, а может и на 20. в той жизни. И, конечно, увлечение было кинотеатры, концерты какие-нибудь завозные. А так как город провинциальный, все-таки Орехово-Зуево, это Москва, всегда столица. А мы-то жили очень скромно в плане культуры, просвещения, развлечений и так далее. И, конечно, может быть, там ребенок растет и видит мир совсем по-другому, чем сегодня они его наблюдают. нынешнее поколение 12-летних. И тогда я понимал и сегодня как бы сделал вывод. Наступает у ребенка период, когда он думает, что он единственный в этом мире, что его должны любить все. И если его ранит все, он очень чувствителен, пульсирует на все, что его обжигает, не устраивает, не удовлетворяет, обижает, оскорбляет, унижает. Даже, мама, купи пирожок, не куплю, сейчас будем обедать. Это тоже уже какая-то серьезная обида. И тогда мы начинаем фантазировать. А вот если я умру, мол, Будешь жалеть потом, да? Они тоже умрут. Или как? Я умру, а они останутся? Нет, они будут страдать. И уже дитя сочиняет не свою жизнь после смерти, он сочиняет страдания близких, друзей, родных, окружающих его людей. Мне так показалось. Ну и взял, отравился и пошел в кино. Новый аттракцион. А потом сижу в зале и не могу понять, что с собой. Ну только отравился, я бы хотел уйти из жизни. А пацаны говорят, пойдем в кино. И мы пошли в кино, сели, а я не могу понять, что у меня колонит. Спать хочу, в глазах темно. А потом я думаю, ё-моё, я же таблетки проглотил. Так а потом признались маме? Ну конечно, это все было сразу ясно. А я говорю, ой, пацаны, я пойду, я не могу, я спать хочу. Я говорю, что? Да я, дуру, тетя Зоя таблетки взял, драже, там две драже выпил. И тоже взял пять штук. Нет, это много. Для смерти это много. Возьму четыре. Нет, а вдруг я побру так сильно, что я уже не ежу. Взял две таблетки, выпил снотворные какие-то. Это было. Я, вовремя, никому не рассказывал об этом так подробно. Но в данном случае прибежал, свалился в люльку и спал где-то сутки. Ну, это хорошо, что мы сегодня можем со смехом об этом рассказывать. Но при всех нынешних возможностях ситуация-то не меняется. Подростки и сегодня очень романтизируют на тему депрессии, на тему смерти. Как вы думаете, а их вообще вот как можно защитить сегодня от вот таких необдуманных ошибок молодости? Это мы называем их ошибками. А для них это не ошибки. Для них, для юного поколения. Вот в чем и есть разница, как говорят, проблема отцов и детей. Со времен мира древнего всегда были проблемы взрослых и юных. Во веки веков это будет всегда. Другое дело. Одно дело выпить две таблетки и выспаться. А другой случай, когда мальчик с девочкой стреляет по полицейским, снимают это все на телефон и говорят, ну давайте нам лайки, давайте. И думаю, а нашлись люди, которые говорят, вам в дурдом пора. А другие вообще говорить об этом не должны. А были выломать, должны были выломать двери, схватить их за шкирку и пендаля в сумасшедший дом и лечить. А другого нет, потому что это уже не юность, не детство, это не познание мира, это безумие. И оно, а это вот, ну последний случай-то, ну это, ей 29 лет, сказали, девчонки-то, двое детей. Учиняет день рождения. И все, ведь она снимает на эту... Я не могу понять. Наверное, людям интересно заглядывать в замочную скважину. Есть такой образ. Мы же не заглядывали, но образ замочной скважины был всегда и в нашу. Ой, молодость! У нее день рождения, муж, тем более, говорят, погиб. Представляете, а она все снимает. Снимай! Снимай пляски, снимай друзей, снимай праздник. И вдруг этот праздник опрокидывается во мрак. Трагедия! И она опять идет в мир с этими, с какими-то железками в зубах. Конечно, это какой-то сатанизм. Это бесовщина. Это не человеческое поведение. Я не знаю, какое. Но в это вы залезете, сидите и говорите всему миру, какая это... Я не могу это даже объяснить как актер. Вот дай мне эту роль и какую подложить под это почву, я не знаю. и поэтому, когда нет ответа, начинаешь пугаться, потому что не помочь, не сказать, не быть с ней. У меня нет желания, потому что я не знаю, а что мне с этим человеком. А таких много. И вы говорите, как им сказать, что вот это... Ну, с бой с сигаретами появились эти водяные трубочки. Я бросал курить, как на войну шел. И когда у меня вот это... Начались вот эти моломки, бросание, курение, я назвал это пытками врага. Вот меня враг пытает. И я сказал, умирай, сухоруков, не предавай вот того очищения. Ты хочешь очиститься, освободиться, освобождайся, умри, но освободись. Я не курю до сих пор. Это одиночная борьба. Как бороться за огромную армию молодых людей, мальчиков и девочек? Потому что хочется им сказать, вы прекрасны, вы красивы, вы одеты, вы обуты, вы хорошо пахнете, у вас все в порядке, у вас и зубки чистые, и вы их даже можете поправить, изменить. Стоматология великолепно развивается. Чего вам не хватает? И дальше начинается назидательность. Они ее так будут воспринимать, потому что они... Вот это и есть разговор двух времен. И никогда здесь согласия не будет, и понимания не будет. Вот и все. И когда взрослый говорит, я хочу жить в ногу со временем, каким? А что для тебя понимание времени? В ногу со временем, а вторая нога где у этого времени? Понимаете, кто за этим стоит? Новое поколение, юность? Нет, ты им не нужен, ты им не интересен, потому что у тебя свои привычки, свои пристрастия, своя философия жизни. Но и наша философия жизни почему и разнится? Потому что если бы юность умела, если бы старость могла, вот и все. Никогда мы не будем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok